Друзья, приветствуем вас на портале обучения и саморазвития. Сегодня мы поговорим о векторах системно-векторной психологии и вообще обо всей этой современной психологической науке. Дело в том, что на сегодняшний день имеется огромное количество информационных источников для самопознания направления психологии и саморазвития. И мы последнее время заметили, что все больше обретает популярность такое необычное направление, как системно-векторная психология, о восьми векторах которой я и хочу рассказать вам сейчас более подробно. Что такое и зачем нужна системно-векторная психология? Подробнее о том, что такое системно-векторная психология, как психологическая наука, я расскажу вам в отдельном видео, но вкратце это направление психологии, которое появилось около 15 лет назад. Пользоваться ли предложенной информацией или нет, решать, конечно, вам. Надо отметить, что основой этих знаний послужили труды Фрейда, академика Ганзена и психолога Толкачева. Суть системной векторной психологии сводится к тому, что человек не сможет существовать в одиночку. Все живые существа поделены на группы. Цель каждой из них – выжить и продолжить свое существование. Что такое вектора в системной векторной психологии? Вектор в системной векторной психологии представляет собой набор человеческих качеств, которые формируют его характер, систему ценностей и особенностей поведения. Все векторы являются врожденными и не меняются в течение жизни, поэтому каждый из этих векторов задает особый сценарий жизни того или иного человека, сильно влияет на его судьбу и даже может частично верно ее предсказать в деталях. Виды векторов системной векторной психологии. Группа представляет собой отдельный организм, в котором взаимодействует друг с другом 8 векторов. Их отношения, распределение ролей – все это и исследует системная векторная психология в своем учении о векторах и их видах, о которых вы сейчас и узнаете подробнее. Звуковой вектор системной векторной психологии. Носитель звукового вектора и первого вида из 8 векторов в системной векторной психологии отличается от основной массы людей. Часто он выглядит и ведет себя чудаковато. Несмотря на название вектора, такой человек в большинстве случаев молчалив и замкнут в себе. Эгоцентричность – отличительное качество звуковика. Его внимание прежде всего направлено на свой собственный внутренний мир, на удовлетворение своих потребностей. Окружающим он может показаться заносчивым и высокомерным. Я – самое частое слово, употребляемое звуковиком. Это интроверт. Он старается изолировать себя от социального взаимодействия, неактивен и слишком скрупулезен. Будучи маленьким ребенком, он уже интересуется смыслом жизни и задает совсем не детские вопросы о мироздании, смерти и бесконечности. В период взросления эти вопросы отходят на второй план, а их место занимает ощущение тоски и постоянно сидящий где-то глубоко внутри депрессии, становясь с возрастом только острее. Звуковой вектор человека и его характеристики. Еще одна тема, о которой любит рассуждать носитель звукового вектора – вера в Бога. Многие звуковики обращаются к духовным практикам, некоторые становятся атеистами. Все это делается для того, чтобы найти первопричину своих внутренних терзаний и переживаний. Люди звукового вектора – единственные, кого не волнует материальные желания, сексу, деньгам, славе и карьере. Они предпочтут самокопание, познание законов мироздания, рассуждение о религии и поиск себя. Мысли такого человека направлены на исследование первоначальной природы, реальности, мира и бытия. Дети со звуковым вектором – хорошо или плохо? Дети-звуковики не по годам умны. Они не шумят, не бегают со сверстниками, малообщительны. Лицо обладателя звукового вектора может не выражать эмоций, но это совсем не значит, что он ничего не испытывает. Чаще всего их чувства гораздо ярче, чем у обычных людей, только остаются внутри. В зависимости от подхода к воспитанию ребенка-звуковика будет определена вся его дальнейшая жизнь. Дети с подавленным звуковым вектором замыкаются и живут в созданном ими мире фантазий. Они постоянно витают в облаках, получая из-за этого неудовлетворительные отметки. При адекватном подходе к развитию детей со звуковым вектором у системной векторной психологии открываются огромные возможности. Они обладают высокими интеллектуальными способностями и легко подаются обучению. Человек звукового вектора ежедневно переживает внутри себя огромную гамму чувств. И это вполне естественный для него процесс. Но, к сожалению, на сегодняшний день этим чувством все чаще становится депрессия. Погружаясь в свой внутренний духовный мир, звуковик буквально уходит в него с головой, не замечая ничего вокруг. Часто таким людям так и не удается реализовать себя, развить свои таланты и навыки, поэтому они вынуждены жить в постоянном поиске несуществующего смысла жизни. Им больше всего следует регулярно посещать наш портал и знакомиться с духовными знаниями. Зрительный вектор системной векторной психологии. Люди-зрительники, то есть представители зрительного вектора системной векторной психологии, очень наблюдательны. Вместе с образами они хорошо запоминают и различают запахи. Проще всего поддаются обучению, так как большинство информации поступает к нам именно через органы зрения. Эти люди довольно эмоциональны. Особенно это касается страхов. Практически все, кто страдает фобиями, относятся к зрительному вектору. Одним из самых частых страхов является боязнь темноты. При правильном подходе к воспитанию, еще в детском возрасте, все страхи можно направить в другое русло, развив чувственность и интеллект. Люди зрительного вектора любят будоражить свое сознание фильмами ужасов и жутковатыми историями. Тема смерти пугает их. Защищаясь от внутреннего дискомфорта, они создают себе внешне отрицательный образ. Они искренне полагают, что став источником страха, они перестанут бояться сами. Проблемы людей со зрительным вектором. Зрительники, то есть люди с превалирующим зрительным вектором, подвержены частым простудам и имеют слабый иммунитет. Жизненный смысл людей зрительного вектора заключается в любви. Правильно развитое в юном возрасте это чувство позволяет зрительнику ощущать эмоции другого человека, понимать его и сопереживать. Зрительный человек отлично разбирается в отношениях и увлекается изучением психологии. Дети со зрительным вектором. Неправильный подход к воспитанию маленького зрительника в будущем может повлиять на его эмоциональное состояние. Такие детки вырастают неспособными дарить свою любовь. Вместо этого они пытаются наполнить ею себя, испытывая частые мимолетные влюбленности. Люди зрительного вектора очень впечатлительны. Нереализованные таланты они заменяют бурными эмоциями и истериками. Сила самовнушения у них достигает огромных размеров. Придуманный образ для них может быть вполне реален. Именно зрительники чаще всего становятся жертвами об мальчиков. Небольшая пауза для отдыха глаз и тренировки осознанности. Прикройте глаза, расслабьтесь и вспомните. А не забыли ли вы поставить лайк под этим видео? А главное подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы присоединиться к нашему сообществу мудрых, добрых и постоянно развивающихся личностей. Чаще тренируйте осознанность. Всем добра и мудрости. А мы продолжаем. Кожаный вектор системной векторной психологии. Представители кожаного вектора системной векторной психологии дисциплинированы и, возможно, излишне экономны. Они стараются сберечь не только материальные ценности, но и силы, время, ресурсы. Именно кожные люди стали создателями первых мостов, дорог и других технологий. Желание экономить сделало из них изобретателей и инженеров. Большие нагрузки и снижение иммунитета сразу же отражаются на коже, она покрывается пятнами. Человек кожного вектора часто меняет свою точку зрения. В зависимости от полученной выгоды, сегодня он может утверждать и доказывать одно, а завтра обратное. Эти люди легко приспосабливаются к новой обстановке, смене рабочего места, кожаный вектор человека и его характеристики. Кожники, представители кожаного вектора системной векторной психологии, в основном скрытны. Редко отвечают на вопросы и не выражают эмоций. Любимое их слово «нет». Они получают удовольствие от того, что отказывают кому-то. Впрочем, это не мешает им спустя время согласиться, придумав себе разумное оправдание. Единственное, на чем не станет экономить человек кожного вектора, это на собственном здоровье. Он будет покупать витамины и биологические добавки, тщательно выбирать хорошие продукты. Человеку с кожным вектором необходимы тактильные ласки, однако фактор новизны играет главную роль, поэтому долгие романтические отношения не для него. Если жены состоят в продолжительных связях с кем-либо, то только исходя из логического расчета, иначе из отношений он уходит первым. Представитель кожаного вектора любит соревнования. Это может быть спорт, конкуренция в бизнесе или любви. Дети с кожным вектором. Ребенок с кожным вектором системно-векторной психологии очень активный, часто непослушный. Пойманный на какой-либо шалости, он будет хитрить и изворачиваться. Правильный подход к воспитанию позволит кожнику в будущем стать успешным бизнесменом или инженером. Обонятельный вектор системно-векторной психологии. Человек обонятельного вектора системно-векторной психологии, кроме основных запахов, способен различать феромоны. Это способ общения, отражение человеческих эмоций и желаний. Чувствуя запах, обонятельные люди с легкостью смогут определить состояние собеседника. Они считают себя выше всех остальных и не очень охотно идут на контакт. Обонятельники обладают необыкновенной интуицией. Именно они опаздывают на неисправный самолет и уходят из дома в тот момент, когда возникает пожар. Они будто бы чуют опасность, а потому знают, как нужно поступить. Человек с обонятельным вектором и его характеристики. Люди с обонятельным вектором не воспринимают понятие лжи и правды, добра и зла. В их внутреннем мире этого не требуется. Они с легкостью могут стать профессионалами в области финансов, политики или науки, а их открытие и умозаключение произвести огромный прорыв в конкретной области. У обонятельников есть и обратная сторона. Именно они плетут интриги и являются настоящими подлецами, а некоторые даже становятся маньяками и серийными убийцами. Оральный вектор системной векторной психологии. Губы и рот – особо чувствительные зоны у представителей орального вектора системной векторной психологии. Они сильно выделяются во внешнем облике. Эти люди много говорят и обладают отменным аппетитом. Люди орального вектора и их предрасположенность. Люди орального вектора часто лгут, начиная с мелочей и заканчивая грубым обманом. Получается у них это легко и непринужденно. Несмотря на это, слушатели верят им беспрекословно. Оральники требуют повышенного внимания к своей персоне. Они умеют убеждать, способны индуцировать желание людей отправиться за его идеями. Человек с оральным вектором становится лидером в любом обществе. Он жизнерадостен и общителен, очень гостеприимен, способен найти общий язык практически с любым. Но не стоит доверять этому человеку самое сокровенное, если не хотите, чтобы завтра об этом узнали все вокруг. Любую информацию он может повернуть с ног на голову и высмеять. Полностью раскрыться оральный человек сможет, будучи поваром, юмористом или комментатором. Мышечный вектор системно-векторной психологии. Два состояния, в которых может находиться представитель мышечного вектора системно-векторной психологии – ярость и мир. Обычно эти люди совершенно спокойны и дружелюбны, если никто не посягает на их здоровье. Люди мышечного вектора не способны четко выразить собственное мнение. Они следуют за толпой. В их речи вместо «я» фигурирует «мы». Кем станет мышечный человек зависит от того, кто находится рядом с ним. Мышечные люди почти не способны действовать самостоятельно. Они будут делать так, как им укажут. Дети мышечного вектора очень послушны. Необходимо только следить за тем, с кем он общается, чтобы исключить риск попадания в плохую компанию. Иначе будет беда. Уритральный вектор системно-векторной психологии. Люди уритрального вектора системно-векторной психологии – экстраверты. Они способны вести за собой народ, быть примером для других. В зависимости от воспитания представитель уритрального вектора может стать душой компании или лидером преступной группировки. Люди и дети уритрального вектора Ребенок с уритральным вектором системно-векторной психологии не управляем и не послушен. Он не подчиняется взрослым и не позволяет манипулировать собой. Человек уритрального вектора не стремится обладать какими-либо вещами. Он не откладывает на черный день и может быть без гроша в кармане, но при этом иметь дорогие гаджеты и аксессуары. Уритральный человек справедлив. Он никогда не станет соревноваться, так как считает себя и так первым, однако совсем не умеет проигрывать. Уритральники обладают нестандартным мышлением, способны с легкостью выходить из сложных ситуаций. Они любят жить и наслаждаются этой возможностью каждый день. Анальный вектор системно-векторной психологии. Представители анального вектора системно-векторной психологии – интроверты. Они испытывают трепет перед старинными вещами, книгами, интересуются историей. Любые жизненные изменения воспринимаются ими болезненно. Даже пустяковые вещи им свойственно делать по одному и тому же сценарию. Главное отличие представителя анального вектора системно-векторной психологии – использование уменьшительно-ласкательных слов. Анальные люди любят читать и имеют хорошую память, усидчивы. Некоторые называют анальников медлительными и дотошными, но эта медлительность позволяет представителям анального вектора воссоздать в голове понятную только им систему и уловить самую суть. Поэтому их нельзя подгонять или прерывать, иначе они входят в ступор. Люди с анальным вектором системно-векторной психологии. Люди анального вектора системно-векторной психологии очень старательны и всегда завершают начатое. Они не умеют врать, всегда говорят в лоб и уверены в такой же честности окружающих. Анальник не забывает обид, тяжело переживает их, он верен своей семье, никогда не пойдет на предательство. Люди анального вектора домашние. Из-за стресса страдает их самое слабое место – пищеварительная система. Дети анального вектора системно-векторной психологии Дети анального вектора системно-векторной психологии обычно послушны, но при неправильном развитии могут быть упрямыми. Они очень зависимы от матери, которая постоянно должна дарить им свою любовь и внимание. Не получая этого, в раннем возрасте на всю жизнь затаивают обиду. Вы Вы сами понимаете, более детально рассказать обо всех векторах системно-векторной психологии в одном видео не представляется возможным, поэтому в следующей части смотрите более детально именно об анальном векторе системно-векторной психологии и о характеристиках людей, им обладающих. Многовекторные люди. Возможно, в описанном выше вы узнали себя или своих близких. Но не забывайте, что по канонам учения восьми векторов системно-векторной психологии в одном человеке вполне может сочетаться сразу несколько векторов, которые бессознательно используются им в зависимости от ситуации. Считается, что многовекторные люди психически устроены намного сложнее и способны по жизни справляться с более трудными задачами. Так что сложности и нюансов хватает и в этой науке. Но в общем, вектора и системно-векторная психология помогают раскрыть наши бессознательные желания, понять мотивы тех или иных наших поступков, определить свое и чужое психологическое состояние, создать четкую систему человеческих отношений. Поэтому мы на нашем портале обучения и саморазвития будем и дальше рассказывать о системно-векторной психологии и отдельно о разных векторах. Например, смотрите отдельно о людях анального вектора и других векторов, а также расскажем подробнее, как этим всем знанием пользоваться для своего саморазвития и счастливой жизни. Но на этом еще не конец, вернее, все только начинается. Большая просьба именно к тебе лично. Не забудь подписаться на этот канал обучения, общения и саморазвития, чтобы каждый день становиться все успешнее, осознаннее, добрее и мудрее, развиваясь вместе с нами и нашими экспертами. А главное, общаясь с огромным сообществом, развивающихся в разных направлениях людей, среди которых легко сможешь найти себе по-настоящему правильных друзей со схожими интересами, которые будут тебя мотивировать к новым достижениям. Не бойся дружить, советовать и помогать другим в комментариях. И, конечно, чтобы получать оповещения о последних и самых полезных видео, рядом с подпиской необходимо нажать и на колокольчик. Также не забудь поставить лайк, если тебе понравилось видео. Напиши свое мнение или вопрос по теме, а другие зрители и наши эксперты постараются отвечать максимально быстро и развернуто, ведь мы читаем все комментарии. Поддержи нас и развивайся вместе с нами. Ну и, конечно, если ты больше любишь читать, то заходи на наш официальный сайт «Портал обучения и саморазвития», где можно найти тот же материал и в печатном виде. Ссылка на эту статью на сайте будет в описании. А если у тебя есть возможность поддержать развитие проекта материально, то найдешь там же и ссылочку на пожертвования и помощь каналу. И главное, не забудь поделиться этим видео с друзьями. Давай делать больше хороших дел, распространять знания и помогать друг другу. Доброты и мудрости, к сожалению, так не хватает этому миру. А на этом будем прощаться. Рекомендую посмотреть и другие видео, в том числе на непривычные для тебя темы. Важных направлений саморазвития на самом деле очень много, поэтому мы подготовили большой набор лучших материалов, чтобы каждый мог найти нужное, а также имел возможность развиваться в разных темах, а не только зацикливаться одной, сужая тем самым свое видение, мышление и мировоззрение. Естественно, желаю тебе в любом случае мудрости, любви, успеха и всех остальных благ. Хорошего и продуктивного тебе сегодняшнего дня. А сейчас отправляйся заниматься полезными и добрыми делами в реальной жизни. Или, чтобы стать еще мудрее, переходи к просмотру следующего видео на автовоспроизведении или из тех, которые ты сейчас увидишь перед собой на экране. Всем добра!